Сахар. Класс соединений, в которые входят сахароза, моносахариды, фруктоза, глюкоза, манноза, галактоза, мальтоза, а также множество других веществ, без которых организм не может нормально функционировать. Многие из первых открытых углеводов, имели сладкий вкус. Следует учитывать, что углеводы, содержатся не только в сахаре, но и в меде, фруктах, мучных продуктах, картофеля и крупах. Углеводы, как поставщики энергии, можно заменять жирами и белками, но лишь на короткое время. Совсем исключать их, из рациона нельзя. В противном случае, в крови появятся продукты неполного окисления жиров, так называемые кетоновые тела. Нарушится работа центральной нервной системы и мышц. Снизится продуктивность умственной, и физической деятельности. Согласно тибетскому канону джудши, сладкое укрепляет, увеличивает силы тела, оно полезно старикам, и детям, истощенным болезнями, физическими нагрузками, при болезнях горла и легких, затягивает раны, улучшает цвет. Сладкая пища, естественно, в разумных пределах, обостряет восприятие, удлиняет жизнь, питает и изгоняет яды. При взаимодействии сахара с трептофаном, это особый вид протеина, вырабатывается серотонин. Именно он порождает приятное, радостное ощущение при поедании сладкого. Зимой из-за нехватки солнечного света, серотонин вырабатывается организмом в малом количестве, а сладости помогают восполнить его нехватку. Между тем, избыток сладкого порождает слизь, способствует увеличению веса, что связано с возмущением физиологической системы слизи, которая, анатомически включает в себя слизистые органы и поверхности, лимфатическую и эндокринную системы. Родина сахара – Индия, где он известен более двух тысяч лет, там коричневые сладкие частицы приготовили из сока сахарного тростника. Существуют различные виды сахара, отличающиеся по составу и физико-химическим свойствам. В общем их можно разделить на две основные группы, моносахариды и дисахариды. К дисахаридам, относятся свекловичный, и тростниковый сахар, к моносахаридам виноградный, и фруктовый. Свекловичный, и тростниковый сахар, находятся в стволе, и корне растений. Виноградный, и фруктовый, преимущественно, в сладких фруктах. Кроме того, в сердцевине нескольких видов бамбука, содержится сладкий сок, бамбуковый сахар. Коричневый, тростниковый сахар, пользуется популярностью как элитный, экологически чистый, деликатесный продукт. Многие считают, что, он полезнее свекловичного, благодаря наличию большого количества минеральных веществ, кальция, калия, меди, железа. Однако мнение, будто коричневый сахар медленнее усваивается организмом и поэтому не может стать причиной лишнего веса, ошибочно. Существует множество разновидностей тростникового сахара. Турбинада, тьюрбинада шугар, частично очищенный сахар сырец, с поверхности которого паром или водой, удалена значительная часть мелассы. Его сухие и сыпучие крупные кристаллы имеют цвет от светло-золотистого до бурого. Сахар, мягкий мелассовый, или черный барбадосский, очень темного цвета. Он обладает ярким вкусом, и ароматом, благодаря высокому содержанию мелассы. Ложечка мелассового сахара, и обычный йогурт превратится в изысканный десерт. Из тростникового сахара, получают различные виды сахарного песка и пудры, золотистую сахарную пудру, золотистый мелкий сахарный песок, золотистый сахарный песок. Например, крупный сахарный песок для кофе, представляет собой большие кристаллы глубокого золотистого цвета. Они растворяются медленно, постепенно отдавая напитку, свою сладость и яркий нежный аромат, тем самым, подчеркивая вкус кофе. Сегодня медики склоняются к тому, что необходимо ограничить употребление сахара. Установлено, что в пожилом возрасте чрезмерное потребление сладкого способствует нарушению жирового обмена, приводит к увеличению концентрации холестерина и глюкозы в крови, вносит дезорганизацию в функции клеток. Кардиологи утверждают, что в результате повышения калорийности питания за счет сахара, у людей не занимающихся физическим трудом, создаются условия для набора лишних килограммов, и быстрого развития атеросклероза. Сахар вреден и для зубов. Доказана прямая связь, между возникновением аллергии, и избыточным потреблением сахара. Старайтесь употреблять в пищу естественный сахар, содержащийся в меде и фруктах. Пейте, меньше сладких напитков, чай, кофе, фанты и прочее. Фрукты и ягоды, полезны благодаря наличию витаминов. Наличию, органических кислот, и минеральных солей. Пчелиный мед. Содержит витамины, органические, кислоты, соли и ферменты, белки, и в той же мере оказывает благоприятное влияние на организм, но из-за большого количества сахарозы и высокой калорийности следует ограничить его потребление. Что касается сахарозаменителей. Они вредны для здоровья, за исключением стевии. Аспартом. Е951, усваиваемый низкокалорийный подсластитель, который в 200 раз слаще сахара. Это, самый распространенный химический сахарозаменитель, и один из самых вредных. Его длительное употребление в пищу может вызывать головную боль. Звон в ушах, аллергию, депрессию, бессонницу, а у животных, и рак, мозга. Есть вероятность, что аспартом, канцероген. К тому же он повышает аппетит. Ацессульфам. Е950, неусваиваемый, низкокалорийный подсластитель. Он также наносит вред здоровью. Приводит к нарушению работы кишечника, и аллергическим заболеваниям. Сахарин, некалорийный подсластитель, слаще сахара, в 450 раз. Использовался в свиноводстве для разжигания аппетита. Был запрещен к употреблению в некоторых странах, в том числе в Канаде и Советском Союзе еще в 1970-е годы. У подопытных животных, вызывал рак мочевого пузыря. Цикломат, Е952, бескалорийный подсластитель, слаще сахара, в 30 раз. С 1969 года запрещен в США, Франции, Великобритании, и еще ряде стран, из-за подозрения, что провоцирует почечную недостаточность. Фруктоза, фруктовый сахар, самый сладкий из природных сахаров. Некоторые специалисты связывают эпидемию ожирения в США, именно с употреблением фруктозы. Сарбоза, сорбит или сорбитол, сахарид, встречающийся в растениях. Он, не очень приятен на вкус. Может вызывать понос. Не рекомендуется, употреблять более 10 граммов этого сахарозаменителя в сутки. Есть данные, что он ухудшает пищеварение. Ксилит, Е-967, в небольшом количестве встречается во фруктах и растениях. По некоторым данным, может вызывать рак мочевого пузыря. Стевиозит, экстракт травы стевии. Из научных данных следует, что на сегодня стевия, лучший заменитель сахара. Она менее токсична, чем синтетические подсластители, почти не имеет калорий, хорошо переносится, отличается неплохими вкусовыми качествами, доступна по цене. Все это, важно для больных диабетом и ожирением. Считается, что она обладает и лечебным воздействием, защищает от бактерий, в том числе от кариеса, помогает при простуде, и заболеваниях кожи. В Японии, где средняя продолжительность жизни составляет 90 лет, и где законом преследуется использование синтетических заменителей сахара в пищевой промышленности, стевиозит захватил до 50% сладкого рынка. Япония потребляет 90% производимой в мире стевии. Сахар – один из источников энергии, поэтому при напряженном умственном труде, обычно тянет на сладкое. Если клетки мозга, испытывают недостаток в глюкозе, это может стать причиной сниженной работоспособности, чувства усталости, плохого настроения, и даже головной боли. Недаром сахар называют витамином радости. Но злоупотребление сладким, вызывает обратный эффект, слабость, депрессию, быструю утомляемость. К тому же возрастает риск развития сахарного диабета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова